Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Александра Гаврилова. Евросоюз может вести безвизовый режим для Украины. Еврокомиссия уже в апреле выступит с соответствующей законодательной инициативой. Евросоюз намерен выполнить свои обязательства перед Киевом, данные в марте, несмотря на итоги референдума в Нидерландах. Однако в соглашении о безвизовом режиме будет внесен пункт о возможности закрыть границы в случае массового потока мигрантов. У Российской Нацгвардии появится новое название. Об этом говорится в проекте указа президента Владимира Путина. Новая служба отныне станет Росгвардией. Она будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью, а также сможет принимать участие в международных миротворческих операциях. Напомню, ранее Владимир Путин объявил о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. Известный скульптор Зураб Царитейли сделал необычный подарок юбилею председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Им стала трехметровая статуя лидера партии, выполненная в бронзе. Торжественная церемония открытия монумента прошла в Институте мировых цивилизаций, где Владимир Жириновский выступил с благодарственной речью. Сегодня Государственная Дума в первом чтении рассмотрит закон о коллекторах. Законопроект тщательно прописывает правила взаимодействия с должниками банков, микрофинансовых организаций и других кредиторов. Кредиторы и коллекторы должны действовать добросовестно и разумно. В частности, они не могут беспокоить должника более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. В законопроекте также запрещается причинение вреда должнику и раскрытие сведений о нем и его долге, в том числе размещение в интернете. И сегодня работу коллекторских агентств, а также другие важные новости, мы обсудим с нашим гостем, юристом, сотрудником органов прокуратуры Дмитрием Липиным. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня будут принимать, наконец, резонансный законопроект и предлагаю детально обсудить деятельности коллекторских агентств. Расскажите нам, пожалуйста, в чем же суть коллекторских агентств? Для чего они вообще создавались в нашей стране и существуют ли коллекторские агентства за рубежом? Для начала я бы хотел сразу оговориться о том, что этому законопроекту, который был внесен председателями обеих палат Федерального собрания с легкой руки общественности журналистов уже, дали название «Федеральный закон о коллекторах», хотя называется он несколько иначе. Он называется проект Федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате долгов. И, в общем-то, понятия коллекторы в российском законодательстве как не существовало, так и в настоящий момент этим же законом введение такого понятия не запланировано. фактически речь идет о юридических лицах, которые осуществляют деятельность в сфере возврата просроченной и проблемы задолженности, и для которых этот вид деятельности является основным. То есть вот как раз суть закона проекта состоит в том, чтобы упорядочить деятельность тех организаций, которые у нас принято называть коллекторами. Само по себе понятие коллекторства, оно для российских реалий относительно возникло недавно. Я думаю, что массово они начали расти в 2008 году, когда, как вы помните, был кризис, и банковская система столкнулась с массовым невозвратом как раз задолженности по потребно-кредитованию. В 2011, на мой память, 2012 годы как раз возник опять же пик, когда граждане брали по 2-3, а у кого-то и 7 доходило кредитных продуктов. Тогда же появились так называемые микрофинансовые организации, и вот в связи с тем, что банковская система не смогла самостоятельно справиться с возвратом проблемных кредитов от граждан, которые их получали, пришлось прибегнуть к так называемому аутсерсингу и воспользоваться услугами профессиональных агентств, которые занимаются возвратом долгов. В общем-то, такие агентства, они в мире существуют достаточно давно, в частности, в Соединенных Штатах Америки, был принят закон еще в 1978 году, и в Европе также действуют эти организации, но отличие от российских коллекторских, будем называть это коллекторскими агентствами, все-таки для простоты нашего с вами общения, отличия основные в том, что и в Штатах, и в Европе эта деятельность настолько упорядочена, что любое коллекторское агентство знает критерии, по которым оно может работать, знает, что оно вправе делать, что не вправе, руководствуется законодательством той страны, на территории которой оно осуществляет свою деятельность, и при этом граждане этих стран, которые являются заемщиками, в данном случае должниками уже, коли уж с ними работают коллекторские агентства, они также знают свои права, и у них существует целый ряд гарантий, по которым эти организации коллекторские не могут делать того, что делают у нас в стране, в связи с чем появляются эти резонансные дела, когда жгут имущество, пишут в подъездах, тревожат соседей, коллег, должников и так далее. Поэтому я считаю, что необходимость принятия этого законопроекта, она назрела очень более чем давно, сегодня проходит процедура первого чтения, в любом случае, если сегодня в первом чтении будет закон принят, во втором чтении будут подготовлены проекты поправок к законопроекту, то есть работа очень большая, очень глубокая, я думаю, что старт дан, и Государственная Дума совместно с экспертами по этими вопросами все-таки с поставленной задачей рано или поздно справится. Как показывает практика, зарубежный опыт был применим у нас здесь в стране, однако он не был адаптирован. Вот из-за каких, из-за правовых именно пробелов не был адаптирован этот опыт, который широко используют в мировой практике? В первую очередь из-за правового пробела, то есть когда в принципе организации есть, ведут свою деятельность, то их деятельность ничем не урегулирована. То есть как раз та задача, которую пытается решить рассматриваемый законопроект сегодня. А известны ли какие-либо скандальные случаи, которые происходят за границей? Вы знаете, таких скандальных случаев, как в России за последнее время произошло, я думаю, что единичные случаи превышения полномочий сотрудниками коллекторских организаций, конечно же, имели место быть, но резонансных и громких ситуаций не было. Это, опять же, в первую очередь связано с тем, что законодательство европейских стран и Соединенных Штатов уже более 30 лет эти ситуации регулирует. Поэтому таких вопиющих случаев, конечно же, у них не происходит. А как вы считаете, на участившиеся скандальные случаи, связанные с деятельностью коллекторов, как-то влияет экономический кризис? Или есть какие-либо другие причины? Я думаю, что вот эти вот ситуации, экономический кризис, они друг с другом взаимосвязаны. Опять же, вот я уже сегодня говорил, что самый пик невозвратов пришелся на 2008 год. Опять же, тогда случился кризис, как вы помните. И в стране сейчас, к сожалению, наша экономическая ситуация оставляет желать лучшего, хотя и руководство страны, и общественность пытается что-то с этим сделать. Но я думаю, что, конечно же, кризис, он влияет на ситуацию и с должниками, и с работой по возврату взятых кредитов. Согласно последней статистике, в России около 11 миллионов должников. И, соответственно, законопроект, который сегодня будет рассматриваться, очень актуален. Расскажите нам подробнее, кто же такие коллекторы и в чем заключается их работа? Так называемые коллекторы сегодня это либо посредники, которые представляют интересы финансовых кредитных учреждений, то есть заемщика, взаимодателей в работе с заемщиками. И также существует ситуация, когда кредитор продает долг. Это тоже считается на сегодняшний день деятельностью коллекторских агентств, когда они выкупают долги физических лиц и далее уже самостоятельно осуществляют с них взыскание задолженности. Но, опять же, повторюсь, что понятие коллектора, оно обывательское, и законодательство не содержит сейчас. И грядущие изменения также не предполагают именно действия такой юридической дефиниции, как коллекторы, либо коллекторские агентства. А существует ли какой-то реестр коллекторов? В данный момент реестра не существует, но как раз одна из задач этого законопроекта, который будет сегодня рассматриваться, это введение реестра для того, чтобы можно было оперативно и эффективно контролировать деятельность таких организаций, которые занимаются возвратом долгов. Ну, я, насколько помню, исходя из сути законопроекта, орган, который будет вести такой реестр, определит правительство Российской Федерации. Но я думаю, что было бы логично поручить введение такого реестра в Министерство юстиции. А кто же сейчас в настоящий момент контролирует работу коллекторов? Фактически сейчас работу коллекторов, она, так скажем, не контролируется. То есть какие-то отдельные задачи в рамках действий коллекторских организаций решают правоохранительные органы. Но, опять же, есть органы прокуратуры, которые также вправе в любой момент провести деятельность такой организации на предмет законности либо незаконности действий. И в целом этой организации и ее сотрудников в отдельности. Но как раз после принятия федерального закона, если он будет принять, я думаю, что появится порядок контроля органами государственно-муниципального контроля деятельности, организации, осуществляющей сбор долгов. И, возможно, что появится какой-то отдельный орган, который будет решать задачи в этой сфере. Куда же жаловаться гражданам в случае превышения полномочий со стороны коллекторов? Сегодня, если происходят какие-то нарушения полномочий со стороны, нарушения прав граждан со стороны коллекторов, то жаловаться, конечно же, необходимо в правоохранительные органы. Ну, исходя из сути нарушений. Потому что если речь идет о нарушениях, к примеру, представим ситуацию, что коллектор приходит, начинает описывать имущество должника и изымать его, он подменяет собой функции Федеральной службы судебных приставов. При этом он, скорее всего, будет действовать еще на досудебной стадии, то есть не имея даже на руках исполнительного листа и судебного решения. И вот такие действия коллектора, они могут быть квалифицированы как самоуправство, а это уже состав уголовно наказуемого деяния. Кроме того, в декабре 2013 года у нас был принят в Российской Федерации федеральный закон о потребительском кредитовании. И 15-я статья этого закона также регламентирует права и определенные ограничения, в рамках которых может действовать сотрудник коллекторского агентства. В том случае, если он нарушает требования этого федерального закона, то также возможно привлечение его к административной ответственности, а в Кодексе об административных правонарушениях уже предусмотрен соответствующий состав. А сейчас мы прервемся на рекламу и далее продолжим. А мы продолжаем разговор о работе коллекторов с нашим гостем Дмитрием Липиным. Дмитрий, какие методы имеют право применять коллекторы для возврата денежных средств? Если говорить о методах в рамках действующего закона, как я уже пояснил сегодня, это федеральный закон о потребительском кредите, то там, в общем-то, перечислены как раз в статье 15 федерального закона те методы, при помощи которых могут действовать коллекторские организации. В первую очередь, это проведение личных встреч с должниками, телефоны, звонки и оповещения путем текстовых сообщений. Однако же установлены ограничения. Так, например, звонки могут осуществляться должникам в рабочие дни с 8 до 22 часов и в выходные дни с 9 до 20 часов, соответственно. Но тот законопроект, который был внесен в Государственную Думу, который сегодня рассматривается в первом чтении, он гораздо более ужесточит эти ограничения. То есть у сотрудников коллекторских агентств станет еще меньше возможностей нарушать права граждан. Конечно же, эффективность их деятельности, возможно, существенно упадет, однако мы получим большие гарантии того, что права граждан так массово, как они сейчас нарушаются, уже нарушаться не будут. Накануне в Институте мировых цивилизаций прошла торжественная церемония открытия скульптуры Владимира Вольфовича Жириновского. Сейчас мы находимся на территории Института мировых цивилизаций и центрального аппарата ЛДПР. Прямо сейчас, через несколько минут, здесь будет проходить открытие, торжественное открытие скульптуры Владимира Вольфовича Жириновского, который заготовил Зуроп Константинович Серитерик к 70-летию лидера ЛДПР. Ко мне пришли и попросили создать образ человека, который правильно шагает, любит Россию и так далее. Я остановился на Селиновского. Ну, я вот первую строчку придумал. Дела ЛДПР отлитые в бронзе. А дальше пускай все депутаты поэму напишут. Если дальше продолжения не будет, то и мои отношения с ними прервусь. Пускай творческий свой потенциал развивает. Я вам и сказал. Дела ЛДПР отлитые в бронзе. Эта идея пришла, буквально, несколько дней назад. Мы будем как-то поставить вопрос в организации именных наций. Мы будем это не сразу, но постепенно внедрить в сознание людей. Человечеству нужна всеобщая амнистия. Уголовная, гражданская, финансовая, спортивная. Всех простить. Потому что, если посмотреть, что везде перестрелка идет, где-то мини-революции, где-то в чем-то обвиняют спортсменов, где-то какие-то там документы в Панаме находят. Получается, все человечество виноват. Так или иначе, замешаны все 7 миллиардов. Это деньги, это революции, войны, жертвы, соревнования и так далее, и так далее. Плагиат, кто-то может кого-то там писать. В общем, много отрицательно. Этот год у нас с вами, чем хорош, то, что был 56-й год у нас, когда началась какая-то, вот теперь. Ну вот, может быть, и сейчас что-то такое впереди. Но нужно уже всеобщую такую амнистию. Президент США признал вчера, что они совершили ошибку в Ливии. Видите, начинают признавать. Надо помочь, потому что ошибок много. И получается, вся планета под подозрением. Надо опубликовать все архивы, сказать всю правду за весь 20-й век, за начало 21-го века. И всех простить одним решением Организации Соединенных Наций. Закрыть все дела и начать с нуля, условно, с 1-го января. А мы продолжаем беседу. Дмитрий, расскажите, как убедиться гражданам, что перед ним коллектор? Коллектор, конечно же, должен, исходя из требований закона, называть свою фамилию, свое имя и при наличии отчества, а также организацию, интересы которой он представляет. Однако реально возможности убедиться у граждан нет. Потому что законодательством не предусмотрена какая-либо форма удостоверения, либо форма обмундирования. Поэтому единственное, что можно сделать, это сверить паспортные данные, либо позвонить в организацию, от которой работает представитель коллекторского агентства, и убедиться, что действительно тот самый человек был направлен к вам для урегулирования вопроса за должностью. А обязан ли должник выходить на контакт с коллекторами, либо он может действовать через своего адвоката? На сегодняшний день, конечно же, законодательство не возлагает такую обязанность на должника. Более того, внесенная проектная редакция федерального закона предполагает обязательное наличие согласия должника на работу с ним того или иного коллекторского агентства. Но вот что, на мой взгляд, необходимо в проектной редакции федерального закона доработать, там есть такое положение, я знакомился с текстом закона, которое предполагает возможность участия в качестве представителя гражданина, должника, только адвоката. У нас многообразие форм защиты прав граждан, поэтому введение адвокатской монополии на работу с представителями коллекторов и кредитора, мне кажется, немного излишним. Кроме того, основная масса все-таки должников, это люди, которые брали, на сегодняшний день, по крайней мере, основная масса должников приходится на людей, которые брали незначительные микрозаймы. И если уж человек не может оплатить за должность в размере 6 тысяч рублей по кредиту, то маловероятно, что у него найдутся деньги на того, чтобы нанять адвоката. Вы сказали, что должник должен быть согласен с работой данного коллекторского агентства. А если, допустим, гражданин не согласен, то какие наступают меры? Если он не согласен, ну, опять же, если мы сейчас говорим о предполагаемой редакции, которая, возможно, станет федеральным законом, в этом случае кредитор может обратиться к услугам другой коллекторской организации, но количество случаев отказа гражданина от работы с коллекторскими организациями, оно не предусмотрено, поэтому, если уж совсем диалог не будет идти между кредитором, посредником и должником, то, конечно же, кредитор вправе, и, скорее всего, это будет один из, наверное, даже не один, а единственный способ, возможно, решить проблему с долгом, это обратиться в суд. А что грозит сейчас коллекторам в случае превышения должностных полномочий? Ну, как я уже говорил, административная и уголовная ответственность в зависимости от, исходя из сути допущенного нарушения, потому что мы можем говорить, опять же, о самоуправстве, но мы знаем, что были случаи и умышленного поджога имущества, повреждения имущества, угроз убийством, случаи побоев в отношении должников, поэтому, конечно же, есть возможности с этим бороться на уровне того же уголовного судопроизводства, но лично мое мнение, что в случае принятия федерального закона, который будет регулировать деятельность организаций, осуществляющих возврат долга, то было бы не лишним ввести какой-то специальный состав за нарушение, повлекший за собой вред здоровью либо имущества у граждан именно со стороны сотрудников организации, осуществляющих работу с возвратом долга. А поддерживаете ли вы позицию фракции о полном запрете деятельности коллекторских агентств на территории России? Ну, что касается позиции фракции ЛДПР, я слышал, что у Владимира Вольфовича Жененовского есть такая идея запретить полностью. Насколько я знаю, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на уровне региона уже запретил деятельность коллекторских агентств, я думаю, что как минимум имеет смысл присмотреться к этому опыту, посмотреть, что из этого выйдет. Но в целом я не поддерживаю, объясню почему. Приняв такой закон, мы будем иметь инструменты для того, чтобы контролировать деятельность коллекторских организаций, для того, чтобы ставить их в определенные рамки работы. А запретив коллекторов полностью, ну, мы не можем запретить в первую очередь институт представительства. За это могут взяться адвокаты. Вчерашние коллекторы могут открыться под другой вывеской, вывеской юридических, адвокатских образований, юридических фирм, конечно. И будет, в общем-то, все то же самое, что у нас происходит сегодня, но государство уже не сможет это контролировать в той мере, в которой сможет, приняв закон, внесен в Государственную Думу. То есть, имеет смысл ужесточение требований коллекторских агентств, да, и также к тем людям, которые там работают? Однозначно, конечно. Имеет смысл ужесточение, и все-таки, еще раз повторюсь, имеет смысл посмотреть, какой опыт излечет Кемеровская область из запрета. Так почему же работу коллекторов так привлекало депутатов? Именно из-за вот участившихся скандальных случаев? Или этот вопрос зрел уже давно? Что послужило толчком, скажем, для, вот, наконец, принятия этого законопроекта? Ну, скажу больше, деятельность коллекторов привлекла внимание не просто депутатов, а председателей обеих палат Федерального собрания Российской Федерации. Я думаю, что с высоким общественным резонансом и с тем, что случаи нарушений сейчас растут в геометрической прогрессии, потому, конечно же, с этим нужно бороться максимально эффективными и возможными средствами и силами. Как вы считаете, какой эффект окажет принятие данного Федерального закона? Ну, с учетом уже поправок, которые, скорее всего, будут вносить? Я думаю, что как минимум какой-то эффект будет, мы сможем контролировать эту деятельность, будет, опять же, реестр, то есть все эти организации будут учтены. Но, опять же, нужно понимать, что так называемые выбиватели долгов, они существовали еще с древних времен, поэтому, конечно же, нет гарантии, что мы полностью искореним эти незаконные криминальные организации, которые зарабатывают на жизнь тем, что физическими и иными запрещенными методами в прямом смысле этого слова выбивают долги из граждан. Поэтому мы посмотрим, что сделает этот закон после принятия. Насколько я помню, он вступит в случае принятия и подписания его президентом вступит в законную силу через 180 дней. В 180 дней это более чем достаточно для того, чтобы всем организациям, действующим сегодня на этом рынке свою деятельность привести в соответствие с законодательством предпринять все необходимые меры для того, чтобы быть включенным в этот реестр. Ну, а дальше мы посмотрим. Любой федеральный закон, он всегда подлежит корректировке, исходя из тех реалий, которые имеются. Поэтому, конечно же, будут вноситься какие-то изменения и дополнения, но уже мы поймем, какие необходимы именно уже в ходе работы. Дмитрий, я благодарю вас за подробные комментарии. Я надеюсь, мы продолжим эту тему в одном из следующих эфиров и мы будем следить за развитием событий. В эфире была программа «Молния». Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...